Купить золото WoW, Blade & Soul и других MMORPG можно на сайте ElfMoney.ru Низкие цены, доставка 24 на 7 и скидки постоянным клиентам. Ссылка в описании. Дамы и господа, добро пожаловать на путь мага! В последнем видосе вы сказали, что у меня херовый трансмог, так что зацените этот. Как же все чешется, просто невероятно! Сегодня мы посмотрим на историю мага. Как он разрабатывался и рос все эти долгие 10 лет. Посмотрим, как все эти годы он размазывал огнем всяких дебилоидов. Телепортировался куда только можно и телепортировал всяких сучек. Создавал еду и ману. И в целом был самым стабильным классом в истории Варкрафта. Я, пожалуй, сниму все это. Это полный пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok Смотря на длину этого видео, вы, скорее всего, будете сравнивать его с путем чернокнижника и скажете, Ты чё, обленился? Нет, нет, нет. Интересное замечание насчет магов. За все эти 10 лет маг не так уж сильно изменился. Когда мы приступаем к разработке класса в какой-нибудь новой РПГ, где же нам искать вдохновение? И тут я говорю об эпохе до Варкрафта 1, а не ММО-версии игры. В голову сразу лезет куча идей. Охотники могут шмалять из всякого вида оружия, при этом в компании животных. Опять шмалять из оружия, быть снайперами, шмалять из оружия. У паладина просто невероятный потенциал, ровно как и у чернокнижника. Но маг... Конечно, тут у нас есть опция, например, боевой маг. Но в целом ничего особого вы тут придумать и не можете. Когда в какой-либо игре вам предлагают поиграть за мага, то тут просто невозможно не догадаться, что у него будут фаерболы, ледяные стрелы и прочее. Так что две специализации возникают сами собой, хоть вы даже и не начали играть. Конечно, можно придумать еще смесь магий, но ведь суть останется та же, что мы владеем магией льда и огня. Нахера тайная магия? Вот что вы должны знать. Лор мага в Варкрафте, так скажем, немного экстремален. Я знал дальнюю родственницу короля Анастериан, Леандру, Солнечную Ски... Блядь, что за херня? Ладно, все, что вы должны знать, это то, что тайная магия является самой крутой по лору. Академии тайной магии были основой всего, и именно оттуда уже и произошли магии льда и огня. Итак, с этим разобрались, перейдем же к ваниле. Наверное, вы подумали, что после всей этой херни вокруг тайной магии, я вам скажу, что она была самой востребованной. Но Варкрафт был создан для любителей ММО, а не для задротов, штудирующих каждый день лор. Но все же отмечу, что когда я впервые увидел анимацию чародейских стрел, я был просто поражен. Я до сих пор считаю, что это одна из самых круто анимированных способностей в игре. И было забавно, как когда-то в ПВП они били сквозь стены и прочие текстуры. Видите это? Это ванила, и это спект тайной магии. Думаю, вы поняли. Отлично. Это мой дневник. Все так и было. Когда мы прокачивали мага, о боже. В ваниле у меня было три персонажа 60 уровня. Мой мейн прист, воин и разбойник. Но моим самым первым альтом все же был маг. На 30 уровне я просто сгорел. Почему же? Ну, во-первых, я был полным нубом. Я не понимал, почему я не могу надолго превратить какого-нибудь ганкера в овцу, как я это делал в подземельях. Я думал, что он читер, когда овца переставала на него работать. Но ко всему этому это было так скучно. Качаться вы были обязаны во фрасте. Кайтить и ауешить всю эту машину. Для огня вам никогда не хватало крита, чтобы он был по-настоящему эффективен. Но даже с замедлениями, после каждого пака мобов, вам приходилось садиться и отпиваться. Вы знали, что создание еды и питья были разными заклинаниями. Как у чернокнижников с их камнями жизни и прочей мишурой. Без этих заклинаний никто бы просто не вывез прокачку мага. Вам бы пришлось купить невероятное количество еды и воды, чтобы постоянно быть с маной. И тут я забегу немного вперед к рейдам, но некоторые маги могут вам рассказывать страшные истории о том, как им приходилось постоянно создавать еду и воду на всех 40 человек в рейде. Что им приходилось так же трудно, как чернокнижникам. Но все это откровенный пиздеж. У магов была позиция, и у них она была абсолютно всегда. Как она звучит? Идите нахуй! Если магу предлагали заняться чем-то другим, кроме убийства, в ответ вы получали классическое молчание под предлогом АФК. Ха, отвечаю, я бы ее точно шпехнул. Да вообще наплевать на эти усики, лишь бы в других местах их не было. Ну, я про выбритый вареник, естественно. Хотя она блондинка, и волос должно быть незаметно. Майк, где твои прерывания? Майк? Ну, или они начинали делать хоть что-то после череды вайпов. Так что для всех они еду не делали, а разве что для хилеров и охотников. Кто-то другой мог просто пойти нахер. Забавно, что еда не скалировалась, как сейчас. Вы получали заклинания более высокого ранга каждые несколько уровней. Но что еще забавнее, что еда была либо слишком хорошей, и чуть ли не мгновенно восстанавливала вам ресурсы, либо полным дерьмом спустя пару уровней. Для большинства из вас в этом не будет ничего необычного. Но представьте, что раньше прокачиваться через АОЕ смысла толком и не было. Выбили одного, максимум двух мобов. И тут вы видите сумасшедшего чувака, запулившего всю квестовую локацию, при этом не получающего урона. Конечно, вы скажете, что это было круто. Но, конечно, не все было так хорошо. Давайте взглянем на таланты. Мы уже знаем, что тайная магия — это трата времени. И по традиции ванилы только одна специализация была востребована. Конечно, маги были играбельны как в ветке огонь, так и во льду. Но к рейдам это не относилось. Нам предстояло биться с лордом огня. И практически все мобы в огненных недрах были невосприимчивы к магии огня, что делало ветку бесполезной, даже несмотря на то, что она работала. Так что вам приходилось как прокачиваться во Фросте, так и рейдить. Тогда Фрост должен быть очень хорош, спросите вы? Да, именно так. Таланты Фроста были просто шикарными для контента ванилы. Увеличенный урон по замороженным целям и по сей день остается в игре. Тогда же Шаттер увеличивал вероятность критического урона по замороженным целям на 50%, и заморозить можно было самого Рагнароса. Давайте поговорим о том, что прослеживается на любом видео из рейдов ваниля. Количество дебафов на боссе было ограничено, что ограничивало тех же чернокнижников или даже разбойников в использовании их дот. Ведь им они могли занять слот дебафа, увеличивающего урон магов. Список способностей, которые было нельзя использовать, был невероятно огромен. Но давайте взглянем на 35 магов, бьющихся против Рагнароса. Все вместе они занимали всего лишь один слот для дебафа, и это была наипростейшая заморозка. И помимо того, она могла быть поглощена абсолютно любым магом в рейде. И чем больше у вас было магов, тем чаще она прокала. Получалось так, что чем больше у вас было магов в рейде, тем было только лучше. Они были очень хороши во всем, кроме одного. Мы получали класс, который был, так скажем, стеклянной пушкой, обеспечивающей ресурсами весь рейд с одними из лучших контролирующих способностей. Помимо этого, у них были уникальные заклинания, вроде обнаружения магии и, конечно же, снятия проклятий, которым они не пользовались. Опять же, из-за своей позиции... Идите нахуй! Их огромной проблемой было количество создаваемой угрозы, и они, считай, ничего не могли сделать с этими постоянно вылетающими жирными критами. Стоит также упомянуть вишенку на торте магов в виде пула с помощью айсблока. Подобные вещи обычно доверяли самому главному магу в гильдии, и подобный пул был просто обязателен для ряда боссов, в особенности для орды, у которой не было баблов. Таун был способностью ближнего боя, и танку приходилось постоянно метаться между боссом и адами. И тут пул с помощью ледяной глыбы был решением. Таким образом, маг выигрывал время для танков, чтобы те могли успеть набрать нужное количество агро, прежде чем весь рейд начнет вливаться по ДПС. К чему я все это говорю? Единственной проблемой этого класса был уровень создаваемой угрозы. Спроецируем эту ситуацию на нынешнюю игру. Представьте, что у нас есть невероятно мощный спек, который контрит все проблемы механик-боссов, но вы не можете раскрыть весь его потенциал только из-за того, что босс будет постоянно срываться на вас. Конечно, в то время в игре было куча инструментов, все-таки позволяющих раскрыть весь потенциал этих монстров, ведь разработчики понимали, насколько мощными были маги, и нужно было хоть что-то, чтобы сдерживать весь их урон. Маги вливали тонну дамага до тех пор, пока у них не заканчивалась мана, и в то время она реально много значила. Вам нужно было с умом ее тратить, и вашими лучшими друзьями были кристаллы маны. Если вы тупо спамили огненный шар и не разбавляли его поджиганием, ух, ваша мана заканчивалась очень быстро. Но двинемся же дальше. Каждый маг времен лога выкрыла тьмы, только и ждал сообщений от лидеров, что они наконец-то могут использовать ветку... Когда огненные недра стали зафармливаться, и в новом рейде не было боссов с сопротивлением огню, эта ветка наконец-то проявила себя во всей красе. Лед все еще оставался хорошим, но огонь подходил куда больше. Этот спек в ваниле был абсолютно не похожим на то, что у нас есть сейчас. Сейчас у нас есть куча пассивок, которые позволяют мгновенно спамить огненную глыбу, к чему я очень категорически отнесся в Легионе. Но в ваниле два крита подряд были экстраординарным явлением, даже в вещах Накс Рамоса. И если вы начнете кричать про возгорание, то в те времена оно работало абсолютно по-другому, всего лишь увеличивая крит от каждого заклинания магии огня на 10% до тех пор, пока вы не кританете три раза. Теперь вы понимаете, насколько редким тогда был критический урон, и огненная глыба была своеобразной наградой для везунчиков вплоть до Накс Рамоса. Воспламенение. Ему Близзард словно уделяли особое внимание вплоть до Легиона. Простенький дот, наносящий урон от магии огня. Что могло пойти не так? Вспомним механику ограничения дебафов на боссе. Так вот, воспламенение на боссе могло поддерживаться лишь одним магом рейда. И что происходило на боссах вроде Латхиба, где вероятность крита была 100%. Воспламенение наносило в разы больше урона от каждого тика, чем маг мог бы нанести в принципе без такой вероятности крита. Если у нас было 5 фаер-магов в рейде, то воспламенение только одного из них поддерживалось на боссе. То, чего не позволяли делать большинству воинов, разбойников и прочим классам, для мага становилось приоритетным. Поддерживать свой баф. Это сделало его особо популярным вплоть до конца ванилы. Билды талантов в ПВП в целом были очень схожи с ПВЕшными, но те, кто все же решал не придерживаться стандартных шаблонов, могли выжать из веток нечто необычное и иметь абсолютное преимущество над другими игроками. Именно тогда и зародился элементал билд, который использовал максимум из двух веток. Льда и огня. Показать свой скилл где-то на арене тогда было нельзя, но все мы помним видео в Уртне, где он просто разрывал людей в этом билде. В целом, во всех видео о путях класса я стараюсь уделять особое внимание ПВП. В просторах интернета есть много видео, где маги крошат лицо, но при этом при всем люди не показывают свои поражения. Я это все к тому, что маги не были уж такими непробиваемыми. Ведь я сам пробовал ПВПшиться за магов в ваниле, что было очень и очень круто. Ровно до тех пор, пока воин не отрывал мне лицо с одного смертельного удара. Старт БК для магов был многообещающим. Ледяные копья, призыв элементаля, тайная магия стала играбельна. Вы могли заметить закономерность, что обычно те классы, которые в прошлом дополнении были уж слишком хороши, то с очень большой вероятностью не получали столько же внимания в новом. Обратная же ситуация была для классов, у которых из всех веток только одна была играбельна. И тут магам предстояло пострадать от этой ситуации. Честно говоря, не скажу, что маги были так уж плохи. Просто другие классы получили гораздо больше в плане разработки, и тут они потихоньку стали затухать. С чего же все началось? В ваниле было просто дохера магов, но ходили слухи, что чернокнижники и жрецы будут куда более востребованы. Соответственно, магам будет сложно выбить себе место в рейде. Как счастью, король Молгар просто требовал наличия мага для танкования, что гарантировало хотя бы одно место. Я что-то совсем не упоминал о Жог, но только потому, что всего лишь сейчас о нем имеет смысл поговорить. Маги Огня полагались на Крит, и дабы от Ожога был хорошей идеей. Пять стаков Ожога на цели увеличивали шанс критического попадания, но в БК количество человек в рейде сократилось до 10 и 25, и большинство ПВЕшных магов были кровожадными убийцами, зазнавшимися ввиду своей былой славы. Теперь же они видели себя далеко не в первых местах по ДПСу и на грани реролла в другой класс. Несмотря на все новые способности, они просто не могли использовать их для увеличения ДПСа. Маги Огня спамили Огненный Шар, Маги Льда Ледяной. Вот и вся картина. И это было пиздец как скучно. На старте дополнения Огонь был единственным верным выбором, но ввиду уменьшения количества человек в рейде, теперь вы были в одиночестве. Ведь вам еще приходилось постоянно свечить цели. С удалением лимита, дебафов на боссах, многие классы засияли новыми красками, показав весь свой истинный потенциал. Разбойники обмазывали все, что движется ядами. Локи и Престы дотали все живое. Даже Мункинам нашлось место в рейде, ровно как и шаманам, и ретрикам. Ранее король ДПСа, теперь маг выглядел как старый поношенный ботинок, который когда-то был крут, но теперь он просто немодный. Неплохой, просто немодный. Я не хочу разводить сопли все видео, ведь оно должно красочно описать историю магов, но БК был черной полосой для них. Некоторые гильдии создавали магов альтов лишь для того, чтобы обеспечивать гильдию едой и водой около входа в рейдовое подземелье, но либо их брали только когда это было необходимо ввиду игровой механики. Кольца льда на Элидане, Чарократство бафа, Адов Муру, это были базовые обязанности магов. Но давайте перейдем же к ПВП, где наш большой писюн мог по-настоящему сверкнуть. Большинство новых способностей так и намекали, что на арене маги засияют как никогда. Нынче сложно представить себе наш мир без такого сетапа, как РМП. Несмотря на то, что ветка лед была отличным выбором, те, кто опять же мог использовать в ПВП заклинания всех школ одновременно, были нереально крутые. Чародейские стрелы сквозь столбы, воровство Иннервейта и Бабла, и куча других фишек. Маг был невероятно офигенен в ПВП. Арена 2 на 2 в БК еще имела смысл, и количество сетапов с магом было просто огромное. И тут дело не в сочетаемости классов, просто маг давал очень много плюсов абсолютно любому напарнику. Маг-жрец, маг-друид, маг-разбойник, и прочее, и прочее. Пришло время эволюции, но ничего сверхъестественного добавлено не было. Живая бомба не главный наш козырь. Глубокая заморозка не настолько выделяется, как изменение магов в БК. На этот раз Blizzard решили сосредоточиться на геймплее, и сделать так, чтобы каждая специализация вновь стала веселой и играбельной. Маги огня теперь занимались менеджментом дот. Экипировка была разделена под специализации, мета-сокеты, да и к тому же новый баф. У магов льда появился постоянный элементаль, а зеркальное изображение имело невероятно крутую анимацию. И не будем забывать стрелу ледяного огня. Кажется, у гнева Короля Лича была единственная задача. Сделать геймплей класса, который изжал всего лишь одну кнопку большую часть своей жизни, более интересным. И тут я вернусь к своему утверждению, что все, что в игре было слишком хорошим, ждали не самые лучшие времена. У магов было 5 вариаций билдов для ПВЕ. Но самым крутым, тайная магия была не только переработана, но и чего-то стала стоить. Разве что она была самой скучной среди всех. Но со всеми новыми дебафами, арканпластом и прочими плюшками для тайной магии начался рассвет. Специализация, которую все так долго обсирали, теперь была в топе по ДПСу. Специализация о существовании, которой многие и не знали до этого момента. Но вы, опять же, жали всего одну кнопку. Еще перед стартом лича, маги отозвались о новой системе так. То, от чего вы избавили нас в двух других специализациях, в полной мере стало проявляться в третьей. Конечно, прямо уж таки одну кнопку вы не жали, но было очень близко к этому. Но с учетом механик арканбласта, возник очень забавный момент. В стаке арканбласта, увеличивающие стоимость последующего применения, заклинания поначалу считались магическим дебафом. И у хилеров в вашем рейде постоянно вылазило сообщение, что они должны срочно сдиспелить это дерьмо, что позволяло вам не париться о мане. Позже ситуация была исправлена. Гнев Короля Лича был замечательным временем. Можете пересмотреть многие видео того времени и увидите, как маги разных специализаций, тот же Фаер и Арканмаг, стояли плечом к плечу, как братья, и рвали босса. Но вы спросите, а где, блядь, Фрост? Он же был полностью заточен под ПВП. Несмотря на всю эволюцию магов, в этом дополнении в ПВП магу добавили только глубокую заморозку к набору его боевых способностей. Многие из вас помнят, что именно в Личе стал популярен Визард Клифф, но маги все еще не могли найти себе место. Бурста как такового у них не было. Сейвы были посредственными, и им оставалось полагаться лишь на способности, урон чернокнижников и шаманов. Роль суппорта же была для них в самый раз. Выполнять роль контроль машины и помогать своим тиммейтам своим уроном. КОНЕЦ Не-не-не-не-не-не-не, взглянем еще раз. Очуметь, цветы и яйца Рагнароса, сколько же урона под конец битвы. Вы знали, что это время настанет, если вы были магом. Настало время чумового возгорания. Начало ката было своеобразным временем сочного возмездия, раскидывания живых бомб, возгорания. Но в целом их урон все еще не был самым лучшим. Но кому какое дело до этого, когда у нас были вот такие моменты? Это, друзья мои, моменты славы, которые мы заслужили. Подобное не случалось постоянно, но когда приходило время, вы словно начинали любить свой класс еще больше. И было круто то, что для подобных вещей вам надо было все тщательно продумать и подготовить, чтобы такие цифры порадовали ваш глаз. Конечно, не все способности вообще были хороши, но их анимации были просто потрясающими. Ха, ребята, помните стенку-ебучку? Нет? Никто не помнит? Ну, очевидно, что ей было Кольцо Мороза. Да просто из-за всей его забогованности ему дали название стенки-ебучки. И вроде название у этой способности когда-то было другим. Катаклизм в целом был полон странного дерьма. У фаер-магов прокали чародейские стрелы вместо огненной глыбы. Но также тогда у магов появилось и прижигание. Когда-то давно одна партнерка на ютубе хотела, чтобы я делал видео по Варкрафту в стиле 5 самых хороших ДДшников. И маг огня был под номером 2 на протяжении всего дополнения. Лед все еще оставался заточен под ПВП, а тайная магия только еще начинала сверкать своим невероятно крутым бурстом. Тут рейды и начали стакать аркан магов. Теперь на боссах вроде Хребта Смертокрыла можно было встретить от 5 до 7 аркан магов, что хотя бы делало босса проходимым. Самим же Смертокрылым имело смысл вернуться в ветку огонь. Со всеми новыми способностями вроде Кольца Мороза, Прижигания и прочих им открылся мир всевозможных сетапов. Большинство ПВП-стримеров, которых вы видите сейчас на Твиче, тогда особо проявили себя в таких сетапах, как ФЛЭШ, РНП, ШАТР, МЛЭШ, МЛП и Либерти Клифф. Кто, блять, придумал все эти названия? Сейчас вы можете увидеть, как последовательно маг эволюционировал, например, по сравнению с тем же чернокнижником. В плане ПВП геймплея, конечно, ничего особо не поменялось, и многим это могло не понравиться. Но у мага еще не было момента, когда он был бы неиграбелен в ПВП. И лично я тут вижу только плюсы. Получается, в оригинале маг был очень неплохо продуман. Выходит, что мы не получили особых изменений, и по сути, мы можем прочувствовать тот самый олдскульный геймплей и сейчас. Лично я знаю нескольких магов, которые ни разу не слазили со своего класса, начиная с ванилы. И это невероятно круто. И я даже не мог представить, что можно было добавить какое-то заклинание, которое заставит многих отвернуться от мага. В пизду, Бен, а босы это? У меня есть идея. Давайте ебанем такую херню на пол, и они должны будут стоять в ней, и она будет размером с пиздюлину, что будет очень весело. Из-за этого у них будет дохера бонусу к урону. Не-не-не, только потому, что каждый ебаный босс в нашей игре заставляет нас бегать в битве с ним. В особенности кастеров. Это будет очень весело. На эту хуйню будут валиться всякие камни. Вам придется облизывать ее по сторонам, а затем и вовсе отойти, а затем вернуть свою жопу к этому кругу. Это будет шикарно. Короче, дадим эту хуйню магам и назовем руна мощи. Звучит великолепно, разве нет? Дадим ее классу, который постоянно блинкается и бегает как угорелый, и заставим их стоять на месте. ПИЗДА! Требовался ли скил, чтобы выжимать из руны мощи максимум? Конечно же да. Но на мой взгляд, в Пандарии были самые отвратительные изменения магов. До этого момента все с ними было в порядке. Таланты 90-го уровня были весьма сомнительны. Чародейство заставляло вас прекратить кастовать что-либо, чтобы пробафаться, что не особо весело. Руну мощи мы обсудили, и щит заклинателя вроде как был разработан для ПВП, просто потому, что надо было, чтобы такой талант присутствовал. Несмотря на то, что все три специализации показывали себя на сцене ПВЕ, лидерство все-таки принадлежало Арканам, а вслед за ними и Файермагам. Но таланты 90-го уровня были просто мусорными. Тут я не хочу, чтобы вы думали, что все было очень плохо. Несмотря на промашку с талантами, базовые способности мага крошили лицо. Путешествие во времени было очень вкусным. Учитывая все проки любой из специализаций мага, было много вариаций его использования. С возгоранием же были проблемы. Оно было замечательной способностью. И тут я говорю, было потому, что в Легионе оно стало более статическим. В целом, с возгоранием были и есть проблемы с балансом. Но тогда оно просто-напросто не работало как нужно. Только за времена Пандарии способность была изменена 10 раз. 10! Вот насколько абсурдно все было. Особенно с учетом того, что маги практически каждую секунду спамили огненную глыбу в осаде Аргримара. Одним магам в изгорании помогало пробить планку в 1 миллион ДПСа, а другим же оно прибавляло всего лишь пару тысяч. Обсуждая ПВП, мага мы знали, что он способен разорвать цель, но чаще в компании тиммейтов, то есть в основном у них была роль суппорта. Теперь же они раскрылись абсолютно с другой стороны. Мало того, что со всеми своими способностями они так и заебывали каждого на арене 3 на 3 и 5 на 5, так теперь маг в одиночку мог разрывать целые команды своими способностями. Маг мог ваншотнуть практически любую цель и был настоящей занозой в заднице, желающей убить все, что движется. И это было чудесным ощущением понимать, что ты в одиночку можешь защищать флаг или вытащить свою команду со дна. Итак, темный портал вновь открылся и Близзард решили уделить внимание магам. Тут они не могли уже повторять ошибок прошлого и постоянно то нерфить, то бафить их с каждым патчем. Близзард говорили, что основной проблемой магов было то, что игрокам не нравилось, как постоянно менялся их класс и был то силен, то полным отстоем. Особым вопросом была их мобильность. Каст Ожога на ходу, чтобы они могли делать хоть что-то в движении, что так и напрашивалось, исходя из идеологии мага, плавучей льдина с лимитом в три заклинания. На этом моменте они решили сократить количество мгновенных заклинаний мага. Так что, например, Стрела Ледяного Огня была изменена с Прокового мгновенного Каста на Проковое кастующееся заклинание, что было просто ужасно. Путешествие во времени изначально не задумывалось как способность, улучшающая ваш урон, так что она лишилась всего своего потенциала в этом плане, став простым сейвом. Величие разума слишком хорошо показывало себя для контролирующих способностей, что мы много раз видели на арене и БГ в Пандарии, так что его переместили в спект тайной магии, где потенциала для контроля вообще не было. Вся гибкость в выборе способностей и талантов мага была порезана, нас просто ограничивали специализацией, и компенсацией за всю эту херню стал баф, который мог хилить весь рейд, но вы уже знаете, как отреагировали маги. Идите нахуй! Конечно, в целом, геймплей был годным, и некоторым нравился, но был значительно проще относительно той же Пандарии. Так опомнились, либлизы и перестали то нерфить, то апать магов? Не, возгорание было изменено за дополнение пять раз, ну, хотя бы на 50% реже, чем в прошлый раз, но это нормально. В целом, в Дреноре маги показывали себя очень хорошо. Чародейский шар сделал тайную магию как никогда веселой, руна мощи перестала быть обязательной, куча крутых анимаций способностей вроде комет и дыхания дракона, просто зашибись. А когда было анонсировано легендарное кольцо первая версия, а не та, которую мы получили, основная проблема рейдов стала в том, что пулы на прогресс были полностью основаны на проке магов огня, чтобы они помазали все своим возгоранием. Вспомним, как это было. Даже несмотря на то, что на мой взгляд старт был плохим, в Дреноре маги показали себя очень даже достойно. На арене новая система талантов показала себя просто отлично. Лично меня удивило то, что в ПВП наконец-то себя смогли проявить все три специализации. Мы встречали как аркан магов, так и файров, ну и конечно же Фростов. Для некоторых, ребят, это стало золотым временем, когда они, играя в каком-то определенном спеке на арене, стали довольно-таки популярны на Твиче. Не скажу, что там было на рейтинговых полях боя, потому что в целом особой популярностью они не пользовались, но на арене три на три маги как никогда были популярны и показывали себя во всей красе. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ